Привет-привет, с вами Алиона, а к нам вернулся наш капитан Аэро. Не генерал, он все-таки капитан, но у меня какие-то проблемы с этими определениями, поэтому я их постоянно путаю. В общем, принес он нам немножко титановых нитей. Кстати говоря, кто помнит, было так, ссылочку на предыдущее видео обязательно оставлю. Вот такие были кругленькие скрученные у него ноготочки, а это этот ноготь уже буквально спустя три недели. Посмотрите, как его раскрутило, и он стал выглядеть намного лучше. А от прошлого раза остались только борозды, но и они со временем зарастут. Я помню, тогда было много комментариев насчет грязных ног. Ну, ребят, человек дальнобойщик, он бывает в Казани проездом, слава богу, вообще он до нас доезжает, и потом мы не боимся грязных ног. Грязные ноги не делают человека плохим или хорошим. Это вообще никак не влияет на его личные качества. Главное нам помочь ему эти ногти раскрутить. У Лены тут новая методика вытаскивания титановых нитей. Смотрите, они снова стали прямые. Это как раз таки доказательство того, что титанка работает, что она все время стремится прийти в свое изначальное, в прямое состояние. А мы тем временем убираем старый композит для того, чтобы совсем скоро поставить новый. Я считаю, что это абсолютный и полный успех, потому что ноготь очень заметно и сильно раскрылась. Эта динамика хорошая. Ну, там неспроста было две эти танки, но еще есть над чем поработать, потому что скрученность пока еще осталась, но уже не такая сильная. В работе у нас твердосплавные фрезы, вот та, которая была побольше, этот маленький шарик. Это кристалловские фрезы, они называются Typhoon Pro. Я прям советую присмотреться к этой марке, потому что для всяких таких патологических применений они просто идеальны. Ну, наверное, потому что они для того и созданы были. В общем, ссылку на их магазин я тоже оставлю. Сама я у них в интернете не заказываю, потому что они находятся в Казани. Мне проще доехать и потрогать все руками, и выбрать как положено. Но те, кто не в Казани, могут заказать, конечно же, в интернете. В общем, после того, как ноготочек у нас полностью подготовлены к установке новые титановые ниточки, мы наносим сопутствующие подгодовительные жидкости. Это специальная система, ее обычно используют стоматологи, но и мы немножко у них подворовываем. Здесь будет немножко другой способ крепления титановой нити. Лена решила перераспределить нагрузку, так скажем, рубрика эксперименты. Поэтому сначала крепим ту, что в середине, и потом спускаем ее по бокам. Вот таким образом будет выглядеть в этот раз установка нити. Очень даже, я бы сказала, симпатичная. Ну и вообще по сравнению с тем, что было сейчас прям супер классно. То, что торчит по бокам, сглаживаем какой-нибудь ненужной фрезой и закрываем композитом, чтобы точно не цеплялась, не царапалась и не рвал вам носочки. Дальше подрезаем, если что-то где-то мешает. Обязательно проверяем все под ногтями. Проталкиваем, ой, проталкиваем, какое слово нехорошее. Хотя так и в принципе есть. Ну, в общем, прокладываем тампонаду, чтобы ноготь не терся о боковые валики. С другой стороны делаем то же самое. И дальше Лена решила применить хитрость. Я пока не скажу, что это такое, а вот потом, если это действительно сработает, мы с вами обязательно поделимся. Тем временем возвращаемся ко второму пальчику. Здесь все немножко не так радужно, потому что титановая нитка все-таки отщелкнулась и отвалилась. И такое действительно тоже бывает. Бывает, когда это влажные ноги. Бывает, можно ее поставить даже как-то неудачно. В общем, здесь святых нет и вполне такое бывает. И, ну, не преступление, это не криминал. У нас, кстати говоря, на эти коррекционные системы есть даже гарантийное время. То есть, если в течение... Я просто сейчас не вспомню, сколько дней, но тем не менее, если она у вас отвалится, мы вам ее переделаем бесплатно в течение ненного количества времени. Если кому-то интересно, можете уточнить у меня в салоне. Студия называется Красота, город Казань. Ну, или не знаю, может быть. Давайте ссылку оставлю в описании, чтобы точно, чтобы наверняка. Хотя я знаю, и в других подокабинетах или там патологических центрах, как это правильно сказать, тоже оставляют гарантию, потому что ты никогда не можешь быть на 100% уверен, как она сработает, то есть как она себя поведет. Лично у меня тоже бывало такое, что ниточки отщелкивались. И особенно, когда на влажные ноги ставишь, там, либо на подростковые ноги тоже это бывает, на слишком мягкие ногти тоже могут отщелкнуться. В общем, варианты есть, несмотря на то, что композит достаточно прочно стоит. Хотя обычно композит остается, а нитка отщелкивается. Ну, в общем, на второй ноге мы повторяем всю эту процедуру абсолютно точно так же. Нитка будет стоять в том же виде, в таком интересном, причудливом, изогнутом, и мы посмотрим, как эти эксперименты на нем сработают. Ну, а теперь мы заканчиваем нашу процедуру и отправляем нашего капитана дальше в плавание на КамАЗе, потому что у него рейс, и как только у него получится, он обязательно проедет через нас, заедет снова в Казань, и мы посмотрим, что у него там с пальчиками. Что хочу сказать? Хочу сказать капитану, его зовут Дмитрий, Дима, большое спасибо, что он к нам приезжает. Нам, честно, очень классно, приятно. Это какие-то такие необычные, интересные встречи, когда человек к тебе так издалека едет, и мы уже с ним почти сдружились, почти сроднились. Это очень-очень здорово. В общем, ногти получились классные, все хорошо, аккуратненько, больше не болит, и это самое главное. Поэтому ставим лайки, чтобы побыстрее у него все это отросло, и он был бы свободен от своей ногтевой боли. Ну а с вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч и берегите себя и свои ногти!